Всем привет! Что-то мне подсказывает, что эта серия будет последней. Ну, давайте попробуем завершить хотя бы эту миссию в ней. Если честно, мне игра пока нравится. Я понимаю, что, возможно, она не сможет удержать на очень долго, но... Но это не от меня этого факта, что она просто нравится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эй, там, подождите секунд. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тестивый, тестивый. Господи, что это так громко! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хорошо, работаем в контролюме сейчас. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я хочу дать вам вопрос, что это будет реально текущий, быстро. Субтитры сделал DimaTorzok м я тоже думал тоже знал что нет судя по тому что здесь сезона не респавна так и здесь еще и в мини-босс может быть а он в и и и и и Он меня напугал. Это было плохо. Это было непродумано. Все еще плохо. Все еще очень непродумано. Очень мало жизни и очень мало аптечек. Такое ощущение, что придется все-таки зареспавниться. Поехали. 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 Мы не имеем кто-то на месте. Тогда это кликмисс. Тогда я не могу. А я не могу. Так, это босс Это очень плохо Учитывая, сколько у меня аптечек Ну а ласт чекпоинт у нас Был далеко Надо попытаться, наверное Субтитры сделал DimaTorzok Кто-то из них оставлял аптечку. И патронов у меня неожиданно стало мало. Что-то как-то, по-моему, вообще не задаётся у меня. Это комната. Продолжение следует... Так, этот у нас в броне, да? Правильно, правильно. Единому бы баллон подстрелить, бы вообще идеально было. Вот так вот. that's more of your people in the elevator. We don't have anyone else on site. Then it's Clintus, and I'm the fuck. Это очень плохо Это очень плохо Смотрите, он даже выжил После того, как у него баллон взорвался Нормальный человек? Хорошо, спросим по-другому Он вообще человек? Спасибо за просмотр! Где бы мне взять патронов? Если честно, это проблема Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок 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 И у нас новый пистолет. А тут хорошо. Новая броня, да. Это очень хорошо. Ну ладно, к сожалению, пока нам без него уровня много чего не взять. Но кое-как мы справились. Блин, такой он, конечно, чиж этот. Куда он нас отправил? Это прикольно. Это прикольно, что не надо никого провожать. Так. Что это такое? А, это дарк зона, видите? Здесь чекпоинт, здесь экстракшн эреа, где надо весь лут из этой зоны. Он как бы зараженный. Чтобы его достать, нужно на эту эре притащить, дождаться, пока прилетит вертолет и заберет его. Ну и, соответственно, выжить. Потому что все видят, что вы вызвали вертолет и будут за вами охотиться. Дезлокейшн? Это что-то интересненькое. Ну-ка, иди отсюда, бомжара. Ну, где этот дезлокейшн? Пытаюсь его найти. Подо мной. Или впереди. Знаете, вообще с такими патронами не хочется даже ни с кем связываться. В плане, с таким количеством патронов. Что-то дискаврю. Блин, я не понимаю, где он? Реально, где он? Ладно, в жопу, знаете. Попробуем найти более короткий путь. Да слезь ты. Так, у меня кончилось. Все кончилось. Может, помереть проще будет. Ну да, давайте помрем. Наверное. Бейс оф оперэйшн. Кэмп Хадсон спаунпоинт. Хадсон это... Окей, ладно. Давайте Кэмп Хадсон попробуем. Сократим. Сократим время, расстояние. Ну, наверное, уже в пору начинать говорить о том, какое впечатление произвела на мне бета-версия. Положительное, знаете, сугубо положительное. Не знаю, насколько эта игра может завлечь и как долго проиграть. Ну, тут, наверное, вопрос больше цены. Конечно, если за нее разработчики захотят там стандартную цену, это одно. Если там сезон пасс будет, который обязательный, который стоит столько, сколько играет, уже немножечко другое. Ну, в общем-то, от этого больше всего всегда и все зависит. Так, стой, 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 стой. Мне надо... Мне надо ресток сделать, а то тут жопа полная. Вот так, стой, стой, стой. Не-а-да, меня в таких играх больше всего в последнее время интересует цена. Немножко не нравится, как стали дорожать сезон пассы, как стали дорожать DLC. Это такая тенденция достаточно паскудная. Если уж ты платишь за игру нестандартные, там, не знаю, евро 60-70, а уже начинаешь платить по 100 с чем-то, по 150, потом с тебя выжимают, выжимают, выжимают. То хочется как-то, чтобы, ну, за эти деньги игра как бы давала достаточно продолжительный такой игровой положительный опыт. Чтобы играл там, не знаю, 100 часов, 200 часов и нравилось, и выходил новый контент, и ты его ждал. Не было так, как в Destiny, допустим, когда выходит новый DLC, который стоит как игра, а без этого DLC играть уже невозможно. Нет, Господи, пожалуйста. Игра растет с каждым годом, и, как бы, постоянно денег с тебя не требует. Вот это вот то, как я хотел бы видеть большинство игр. Если здесь будет так же, хорошо. Если здесь будет по лучшим моделям Activision, то есть выжимать огромные суммы за все и просто заставлять игрока покупать контент, иначе ты не сможешь играть, ну... Тогда печально, печально, потому что... Не думаю, что эта игра сможет увлечь надолго, если она не будет постоянно эволюционировать. Ну и при этом не раздражать свою революцию, так сказать. Если говорить в общем, ну, конечно, игра революции не сделала. То есть, да, мы имеем открытый мир, мы имеем задания, складный экшен. Конечно, я еще не видел самого главного, это коопной части. Но, в принципе, то, что я сейчас вижу в бета-версии, как бы, достаточно для того, чтобы понять главный... Принцип игры? Да, принцип игры. И вот этот принцип, назвать его революционным, ну, никак не получается. В принципе, разработчики взяли все то, что давно уже присутствует в играх. Ну, может быть, все это некоторые объединили. Какие текстуры, что это такое за мазня? Прогрузись давай! Какой кошмар! Просто жесть. Ну вот. Все это объединили, что-то улучшили, что-то придумали свое. Нельзя сказать, что в игре все вторично. Нет, не буду врать. В игре есть интересные моменты, которых я не видел до сих пор в других играх. Но, да, революционным это не назовешь. Достаточно ли это для того, чтобы купить игру и играть в нее? Я думаю, да. Если вам нравится такой жанр, если вам нравится такой сеттинг, было бы действительно неплохо поиграть в бету. Если вы не играли в бету, вам сложно будет судить об игре, потому что даже если вы смотрели ролики, они вряд ли дадут полную картину, полное впечатление об игре. Тут неплохо бы попробовать самому понять, нравится ли тебе такой экшен, нравится ли тебе такой тип миссий, насколько это надолго может тебя завлечь. Потому что главная суть этой игры это и в долгом геймплее. Это не так, что пробежал сюжет и все. Здесь так не получится. Здесь тебя будут внуждать играть долго, нудно, периодически потрачивать на какую-нибудь премиум валюту или еще что-нибудь. Субтитры создавал DimaTorzok О, да, в городе не просто живет на фаршах и хороших предметов. В силу, воду, все буты и буты. Не, что вы первый, чтобы попробовать. Я слышу, что вы людей уехали в бета, когда шутка на фан. Я даже уехал теории. Но мой путь, когда вы встали в городе, покажите, что вы можете узнать. Может, вирус получил его, может, в брюшках получил его, может, в городе открыли его кровь и уехал его. Думаю, я верю это. Это произошло раньше. В городе у меня есть мужа. Миракл, я еще здесь, правда. Знаешь, они говорят, что пессимисты не романтирующиеся? Ну, кто-то сказал, что это не ебаный. Давай, посмотрим, что вы сможете узнать. Я расскажу, что это происходит. Верно, что в городе у меня не ехать, тоже. Поговорили ни о чем. Ну, нам, наверное, надо теперь заапгрейдить тех крыло, да? Лейрю. Ну, так же, как в этом самом. Как и с госпиталем. Только свои уже скиллы, свои нюансы. Мы можем теперь деплоить турель. Достаточно интересно. А давайте тоже заапгрейдим. Да, я знаю, я знаю. Вот, даже так, смотрите. Финальное окошечко. Спасибо, что поиграли в бету. Так, типа, больше нету дополнительных главных миссий. Но вы можете заняться чем? Например, подправиться в темную зону. В общем, там, где творится основной челлендж, и там, где можно добыть самый крутой лут. Да, это интересно. Единственное, вопрос, какой минимальный размер команды должен быть. Я так понимаю, что 3-4 все-таки должно быть. Вдвоем, наверное, будет не так просто. Так что, если у вас есть куча друзей, которые готовы потратиться на эту игру, играть с вами, я думаю, вам можно порекомендовать эту игру. Не так много коопных игр, на самом деле, выходит. А в остальном, ну, хрен знает. Преордер на аудио, смис, нет, не хочу ничего преордерить. Так. Что у нас тут? Что за обилити? Перки, как прежде, недоступны. Да, здесь мы можем турельку задеплоить. Ну, назвать эту игру RPG, конечно, очень сложно. Но элементы неплохие, согласен. С нами забавно. Три вида экспо. Четыре даже. Одна геройная и три на развитие. Мне очень понятно, для чего есть премиум валюта пока нужна. Ну, видимо. Они, видимо, будут апгрейдиться за счет того, что я буду что-то, какой-то Intel находить. Ну, кстати, хорошая идея, как заставить игрока уделять внимание. Как удивлять больше времени эксплорингу. Хорошая, хорошая идея, действительно мне нравится. Блин, знаете, вот все-таки, не буду врать, вот скажу, как вот я чувствую. Бета-версия оставила очень позитивные впечатления. То есть, ну, мне реально вот хочется поиграть в полную версию. Вот да, наверное, такое вот впечатление остается от бета-версии. И это самое главное. Ведь что еще должно быть после того, как вы поиграли в демо-версию, в бета-версию? У вас должно появиться какое-то понимание того, нужна вам эта игра или нет. Тем более, это не дешевая игра. Бесплатную никто не подарит, в плюсе не раздадут. Скорее всего, придется тратиться на дополнительный контент. Поэтому понимание этого важно. Смотрите, достаточно большой. Можно расширять и расширять. Это мы на Манхэттене, так понимаю, да? Ну что ж, прикольно, прикольно. Мы не успели посмотреть разные сайд-миссии, которые... Судя по всему, не генерируемые, а сделаны специально. Это хорошо. Такое отношение к миссиям радует. Ну, энкаунтеры есть энкаунтеры. Тут все ясно. Они нужны для того, чтобы зарабатывать специальные очки. Миссии можно переигрывать. Ну и, конечно же, дарк-зона. Такие дела. Я думаю, здесь еще есть всякие ивенты, которые мы не успели посмотреть. Типа той же дезлокейшн или дезлокейшн это мы? Может быть, не знаю. А, дезлокейшн. Это, наверное... Может быть, это был наш рюкзачок, который мы не подобрали. Да, что-нибудь типа того. Что-нибудь типа того, либо просто марочка, отмечающая, где мы в прошлый раз померли. Ладно. Такие дела. Вот такая вот игра. Ну, на PC она выглядит, конечно, красивее раза в два. Это 100%. Видел я геймплей с PC, видел я скриншоты. Но то, что я на PlayStation, очень-очень мило. Красивее, чем Watch Dogs, определенно. Геймплей. Геймплей, геймплей. Сами видели, судите сами. Сюжет. Ну, это Том Кленс. Не стоит ждать глубокого сюжета Тома Кленса. В лучшем случае не будет клюквы какая-нибудь очередная. Вот так, да. Вирусы, террористические организации, предатели в ЦРУ. Ну, как всегда, что-нибудь в таком духе. Насколько вообще здесь сюжет имеет смысл проходить, не знаю. Я так понимаю, что от того, что мы пройдем сюжет, мир не изменится. Потому что иначе как это будет мультиплеерная игра. Но, кстати, тоже один из аспектов, который было бы интересно посмотреть, как сценаристы это продумали. Если продумали. Это же Ubisoft, от них всего можно ожидать. Может быть, они ставят вместо точки троеточие и скажут, а продолжение смотрите в Division 2. 3, 4, 5. И новом Ассасине. И новом Watch Dogs. Ну, как всегда, что-нибудь. Какой-нибудь очередной сериал, как любят Ubisoft. Вот. В общем-то, болтать можно много. Мы не посмотрели только PvP-контент. Я думаю, это не страшно. Мне все равно не с кем сейчас играть. Не посмотрели различные миссии. О, давайте поможем. Соду задим. Ну, ты не видишь много личности, как это. Не больше. Да. Да. И он оставил нам пистолет. А за это мы ему... Мы не можем его пристрелить, что ли? Нормально? Он бессмертный. Да-да-да. Это звучит, как шатган, который стреляет тебе в жопу. Короче, ясно все. Не поощряется здесь убийство цивилинов. Гражданских. Хорошо это или плохо? Ну, не знаю. Как по мне, так это плохо. Я все-таки люблю, когда у игрока есть выбор, быть ему плохим или хорошим. Так, это что такое? А, ну, нам предлагают как бы, да, ломануться в Даркзону. Все. Давайте на этом заканчивать. Я думаю, что у меня больше не будет возможности записать никаких роликов, по бета-версии. А и к тому же она окончается буквально через часов 14. Поэтому остановимся на осмотре. Только сингл-контента, кстати. Погода меняется быстро, достаточно прикольно. Единственное, что я не видел снега и дождя. Ну, может быть. Ну, крысу-то убить дадут. Дали. Экспо не дали. На собаку давали экспо. Запомните. Крыс не убивать, собак убивать. Такая вот мораль. Ладно. Оставляйте свои комментарии. Скажите, интересно вам было бы поиграть в эту игру. Понравилась ли она вам. Хотите ли вы, чтобы я достал полную версию и делал прохождение на канал? Потому что такие игры делать прохождение непросто. Здесь нет четкого сюжета. Здесь сложно сделать прохождение. Здесь можно сделать скорее такие бесконечные, маленькие зарисовочки из жизни виртуальной реальности. Так что, если вам было бы интересно, напишите об этом, скажите мне. Чтобы я знал, что... Потому что лично мне было бы интересно сделать. Но я понимаю, что нужно, чтобы это было бы хоть еще кому-то интересно, кроме меня. Вот, поэтому буду ждать ваших отзывов, если что-то досмотрели. На этом все. Спасибо, что смотрели. На канале есть другие обзоры, другие прохождения. Много контента. Смотрите. Ищите. Пишите. А на сегодня все. Пока-пока. Пока-пока.